Привет! Это Юля на канале Суккулентношная и сегодня я хочу добавочку сделать к предыдущему видео, к вчерашнему. Раз уж я тут начала сажать, вылезла все-таки в посадке. Я решила попробовать вырастить, собственно говоря, вот этот черенок монстеры в рейгатной в личузе. Я знаю прекрасно, что личуза это не только грунт для суккулентов, но я сажала в нее раньше только суккуленты, потому что их у меня, собственно говоря, преимущественное количество. А почему нет? Стакан, петечка. В стаканчике я размещу в колбочку, я думала, организовать что-то типа фитильного полива. Я не нашла веревочку подходящую. Длиннаж я вообще не буду, пожалуй, использовать. Надеюсь, видно. Так, как видите, есть небольшой корешок. Кстати, знаете, что я вам хочу сказать? Безусловный плюс личузы. То, что она тяжелая и при посадке, если бы я сажала ее просто в какой-то грунт рыхлый, ну, собственно говоря, собственного замеса, этот стакан благополучно начал бы падать. Но стоит прекрасно. Так, но в отличие, кстати говоря, от суккулентов, эту посадочку я полью прям сейчас, прям сразу. Вот. И будет у меня еще одно растение расти в личузе. Все же, не только суккуленты сажать. Вот. И, честно говоря, хотелось бы услышать ваше мнение. Вы сажали что-нибудь уже, ну, то есть такие благолюбивые растения в личузу? Как вы все это организовывали? Я знаю, что есть прекрасные горшки от компании, ну, производства, собственно говоря, личуза с автополивом. Но посмотрела я, сколько они стоят. Я лучше еще грунта куплю много литров, потому что там что-то маленький горшок. Я так, ну, в моем понимании маленький горшок. Что-то порядка тысячи рублей. Но это, блин, я считаю, конечно, перебор. Ладно бы они там были суперкрасивые. Ну да, они симпатичные, но на тысячу рублей. А то и больше. Более-менее адекватного размера. Там какие-то вообще страшные деньги за этот горшок отдают. Ну, в общем, ладно. Может, я когда-нибудь до никогда расту. Но пока что у меня стаканчик. Вот. В общем-то, жду ваших комментариев. И к эксперименту с Монстерой влечусь. Я вернусь позже. Обязательно будет какое-то отчетное видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok